Доброе утро, дорогие мои телезрители! Сегодня мы приготовим вкуснейший рецепт рулета, который обязательно придется по нраву всем вашим домашним, и вам в том числе. Ну что, приступим. Для этого мы будем использовать лаваш, томаты, репчатый лук, фарш. Я использую фарш домашний, это свиноговяжий. Может быть, к слову, любой фарш. Для начала мы обжарим фарш с добавлением небольшого количества воды кипяченой. Примерно 350-400 грамм фарша я буду использовать сегодня для рецепта. Начинает поджариваться. Я разберусь с овощами. Я сейчас нарежу томаты. Все, фарш у нас продолжит поджариваться. Ну, а я пока нарежу лук мелкими кубиками. Теперь, после того, как я нарезал овощи, я отправлю их на отдельную сковородку обжариваться. Перемешаем томаты с луком и выдавим сюда чеснок. Двух зубчиков чесночка будет достаточно. Все. Также не забывайте помешивать и фарш. Пока составляющие нашего рецепта поджариваются, я приготовлю соус. Для этого буду использовать майонез «Провансаль» от МЖК. Майонез приготовлен из сырья российского производителя. Хозяйки на заметку. Для того, чтобы сделать блюдо еще вкуснее, я использую «Провансаль» от МЖК. Свежий майонез местного производства. Только из натуральных ингредиентов. И всегда радует качеством. Производится по традиционной гостовской рецептуре, которой уже более 40 лет. «Провансаль» от МЖК. Свежесть, натуральность, качество. Добавляю 2 столовых ложки майонеза. И сюда же добавляю 2 чайные ложки томатной пасты. А теперь, как вы, наверное, уже догадались, начинаю это все хорошенько смешивать. Так, я уже расстелил лаваш. Что теперь я делаю? Смазываю его соусом. Так, и вот сейчас на предварительно смазанный соусом лаваш равномерно раскладываем овощи по лавашу. Ну и финальной стадией будет раскладочка фарша. Так же распределяем это все равномерно. Чуть не забыл про сыр. Хорошо, у нас очень бдительные видеооператоры, которые напомнили мне о таком важном составляющем рулета. Натираем твердый сыр. А теперь начинаем рулет сворачивать. Стараемся это делать максимально аккуратно, но в то же время плотненько. Следим за тем, чтобы лаваш не разрывался. Сейчас разрежу на раз, два, три, четыре части и в специальную форму. Далее буду запекать. Ну все, господа, практически финал. Остается украсить немножечко зеленью. И пеньки из лаваша и фарша готовы. Все, Правдин приготовил, приятно подкрепиться.